МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, российская армия дважды обстреляла Краматорск. Подробности далее в выпуске. Депутат от партии Шор Марина Таубер, которая проходит по двум уголовным делам, освобождена из-под домашнего ареста под судебный контроль. Такое решение вынесла накануне апелляционная палата Кишинева. Соединенные Штаты предоставят Молдове помощь в размере 30 миллионов долларов в виде прямой бюджетной поддержки для укрепления энергетического сектора. Средства пойдут на преодоление энергетического кризиса, в том числе для выплаты компенсации гражданам. Сегодня рождественский сочельник по старому стилю. Хозяйки уже вовсю готовятся к празднику и колдуют на кухне. Чем будут почивать гостей, расскажем совсем скоро. Россия нарушила объявленный ею по приказу Путина режим перемирия, о котором сообщило общественное телевидение. Обстрелы продолжились по обе стороны фронта в районе Бахмута, который стал эпицентром боевых действий на востоке Украины. Кроме того, российская армия дважды обстреляла Краматорск. В Киеве заявили, что никакого прекращения огня не будет до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий. Путину нужен глоток свежего воздуха. Так прокомментировал предложение Москвы о 36-часовом прекращении огня по случаю Рождества президент США Джо Байден. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви. 25 декабря и на Новый год, я думаю, он пытается добиться какой-то передышки. В Кремле заявили, что Путин дал приказ о прекращении огня с полудня пятницы после призыва к рождественскому перемирию главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла. В Киеве предложение Путина о 36-часовом прекращении огня отвергли, заявив, что перемирия не будет до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с оккупированных территорий. Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Между тем, в Германии подчеркнули, что так называемое российское прекращение огня в Украине на Рождество по юлианскому календарю не принесет ни свободы, ни безопасности людям, живущим в ежедневном страхе под российской оккупацией. Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, видимо, он хочет продолжить войну после небольшого перерыва, написала в своем твиттере министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Приказ о режиме прекращения огня в Украине в дни православного Рождества, 6 и 7 января, Путин подписал накануне. Украина назвала это предложение лицемерием и отвергла призыв патриарха Русской Православной Церкви Кирилла к прекращению огня между русскими и украинцами по случаю Рождества по старому стилю, который отмечается 7 января. «Это циничная ловушка и элемент пропаганды», — написал в Твиттере советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк. «Русская Православная Церковь не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой. Русская Православная Церковь призывала к геноциду украинцев и поощряла массовые убийства, настаивая на дальнейшей милитаризации России. Поэтому призыв Русской Православной Церкви к рождественскому перемирию — это циничная ловушка и пропаганда», — написал Подоляк. На Украинском фронте в четверг продолжились бои, в частности, у города Бахмут, который российские войска при помощи наёмников группы «Вагнер» пытаются взять уже полгода ценой больших разрушений и тяжёлых потерь с обеих сторон, — отмечает АФП. Соединённые Штаты предоставят Молдове помощь в размере 30 миллионов долларов в виде прямой бюджетной поддержки для укрепления энергетического сектора. Средства пойдут на преодоление энергетического кризиса, в том числе для выплаты компенсации гражданам и помощи экономическим агентам. Я рада присутствовать здесь сегодня вместе с президентом Республики Молдова Майя Сандум. Вы являетесь невероятным лидером в борьбе с коррупцией и продвижении верховенства закона и демократии в Молдове. Вы также выступаете за это на глобальном уровне. Мы знаем, что Путин превратил зиму в энергетическую систему. Экономика серьезно пострадала от войны, но эти инвестиции помогут нам облегчить нагрузку на бюджет, с которой мы столкнулись этой зимой. Это поможет нам сохранить стабильность в стране и продолжить реформы. Молдова нуждается в поддержке международных партнеров, таких как США, чтобы консолидировать экономическую устойчивость, развить энергетическую безопасность, укрепить демократию и оставаться частью свободного мира. Майя Санду также отметила, что выделяемые США 30 миллионов долларов помогут смягчить последствия от войны России в Украине и помочь властям ответить на критические потребности общества. Напомним, в декабре прошлого года посольство США в Молдове объявило, что американское правительство выделит Молдове 42 миллиона долларов на укрепление энергетической безопасности страны. В 2023 году исполняется 30 лет партнерства между USAID и Республикой Молдова. С 1992 года американцы инвестировали более 640 миллионов долларов в нашу страну через различные программы помощи. 24-летний мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на одной из улиц в столичном секторе Ботаника. Трагедия произошла около 4 часов утра. Подробности и другие новости далее короткой стракой. Шасе четэцени в Бангладещ и Пахистан у трех лет и легал прут-л и уехали в Романя, где у них были рецинуты. Барбатии, с возрастом, в порядке 29 и 40 лет, не имеют личность и не были действия и у них были в седеио сети Сектору и полиции на фронтирование романской для искрителей. Прокурори и офицерии ЦНА Бангладещ и Пахистан у десчинс винири Бангладещ и Пахистан у десчинс винии, афлати легал в Романя. Депутат от партии Шор Марина Таубер, которая проходит по двум уголовным делам, освобождена из-под домашнего ареста под судебный контроль. Такое решение вынесла накануне апелляционная палата Кишинева, сообщила Таубер на своей странице в Facebook. Рада сообщить всем, что сегодня апелляционная палата Кишинева приняла решение изменить мне меру пресечения на судебный контроль, написала депутат. Марина Таубер была задержана 21 июля после того, как ее лишили депутатской неприкосновенности. Ее обвиняют в фальсификации отчета о финансовом управлении партии Шор и в сознательном принятии финансирования от организованной преступной группы. По данным следствия, деньги поступали в Республику Молдова в виде переводов и конвертаций, в том числе в криптовалюте. Чтобы скрыть происхождение средств, использовались различные каналы финансирования из Дубая, Вены и Монако. Марина Таубер все обвинения отвергает. Сегодня рождественский сочельник по старому стилю. Хозяйки уже вовсю готовятся к празднику и ждут гостей. Рождество – это праздник, который объединяет семьи. И мы увидели это в селе Хребовец Новоаненского района. Для Русланы Бурлак Рождество всегда было особенным праздником. Она любит готовить и всегда старается удивить своих близких. На праздничном столе будут голубцы, приготовленные по новому рецепту. И вот уже на пороге родительского дома появились дети и внуки. Рождество – это мое, 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 мое. Пришли и колидующие. Они знают их есть кому встретить. Восторг – это Калина Бурлак Рождество Съемки уже строят наши времена. Анастолия, Калина Бурлак Рождество Восторг – это которые мы уже знают, когда учатся, которые мы уже знают, жили и очень заставили. Съемки – это такое, что я не знаю, но не все будут встречать Рождество в кругу родных и близких. Когда-то у них тоже были семьи, дети, но на старости лет они остались одни. Смотрите наш репортаж из дома престарелых села Капрешты Флорежского района. Рождество – это семейный праздник, когда все собираются за одним столом. Но не у всех родные рядом. Постояльцы дома престарелых в селе Капрешты Флорежского района отмечают Рождество в кругу своей новой большой семьи. И их боль – это общая боль. Впервые они празднуют Рождество вдали от дома. Этот мужчина уже в годах здесь он заново учится ходить. А как давно вы здесь? Уже давненько. Что у вас? Пожелания? И пожелания, а потом и калятка. Все в соответствии с нашим обычаем. Сколько вам лет? Мне уже 73 года. А это женщина из Кишинева. Говорит, на Рождество ей позвонит дочь, живущая в Мексике. И ни о каком другом подарке она и не мечтает. Да, мы готовимся. Здесь у нас есть занятия. Мы учили стихи, рисовали красивые рисунки к выставке. Вам нравится здесь? Да, красивые рисунки. Когда вы приехали сюда? Я здесь уже два месяца, почти три. Уже подружились с кем-то? Да, мы все уже знаем друг друга. Они выучили калятки, пожелания и стихи. Глаза этих стариков говорят о многом, а просят о малом, о поддержке. В этом зале для творчества мы занимаемся музыкотерапией. То есть слушаем музыку или, например, рождественские калятки, а также занимаемся арт-терапией, декупажем, рисуем. Каждый занимается своим. Вон тот мужчина за столом рисует акварелью. Ему нравится. Их надо интегрировать в общество, чтобы они чувствовали себя частью семьи Ании, одиночеством. Они очень дружелюбны. Сейчас у нас 46 человек, 15 из которых прикованы к постели. Приют в Капрештах был основан в 1998 году, а в 2010 году были завершены ремонтные работы. В рождественские праздники сотни полицейских и пожарных будут нести свою службу. В целях предупреждения различного рода неприятностей и инцидентов сотрудники Министерства внутренних дел выработали несколько рекомендаций. Как сообщили в Генинспекторате полиции, обеспечивать безопасность в праздничные дни будут сотни полицейских. Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан не оставлять детей без присмотра в многолюдных местах, на концертах или рождественских ярмарках, чтобы не потерять их, чтобы дети не попали в ДТП и не получили травмы. Также гражданам советуют не сообщать в социальных сетях, куда они направляются на праздники. А водителей просят при первых признаках усталости остановиться и припарковать автомобиль в безопасном месте. Есть рекомендации и со стороны Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Ведомство призывает соблюдать правила безопасности во время рождественских праздников. Особенно это касается служителей культа. Во время рождественских праздников по старому стилю для обеспечения общественного порядка будут задействованы 450 сотрудников инспектората и 150 единиц техники. Для многих семей в Молдове зимние праздники омрачены заботами и нуждами. Труднее приходится родителям, которые не могут позволить подарки своим детям. Единственные подарки, которые дети могут получить, это помощь от наших соотечественников из-за рубежа. Увидев Деда Мороза, дети выбежали встречать его почти раздетыми. В этой семье четверо детей. Живут скромно. В доме только маленькая елка на подоконнике напоминает о том, что сейчас период праздников. И это первые подарки, которые получили дети. На этом хорошие новости заканчиваются. Мама ребят пряча лицо, чтобы никто не увидел плачет и благодарит Господа за то, что малыши получили подарки, потому что в семье много проблем. Хуже всего, что глава семейства иногда любит выпить. Тяжело, особенно когда пьет, очень тяжело. Бьет вас? Нет, но с ним нельзя обсуждать проблемы, которые есть. Шесть человек живут всего на пять тысяч леев в месяц. Больше взять неоткуда, зарплата небольшая. Я работаю помощником воспитателя за две тысячи восемьсот леев, плюс небольшая надбавка. А им столько нужно. И компьютер нужен, потому что все пользуемся одним телефоном. Это все, что у нас есть. Примерно на три тысячи леев в месяц живет и соседняя семья, которой также приходится тяжело. Эта женщина вырастила восемь детей. И теперь на ее попечении остался внук, которого бросила родная мать. Принесла его мне как-то в два часа ночи басово и попросила оставить на время. Сказала, что вернется, заберет. Но с тех пор так и не появлялась. Отец ребенка отбывает срок в тюрьме, поэтому мальчик может оказаться в детском доме. В эти дни получила от мужа тысячу леев, сын прислал еще тысячу леев. И вот покупаю продукты, чтобы он не чувствовал себя обделенным. В тот день наша съемочная группа побывала во многих малообеспеченных семьях Кантемирского района, и мы заметили одну вещь. Чем беднее родители, тем скромнее и сплоченнее дети. Мне не надо никаких подарков от Деда Мороза. Главное, чтобы моя семья была счастлива. Для меня тоже. Вы действительно не хотите никаких подарков, сладостей, конфет. Пусть дедушка не приносит нам сладости, потому что и у других детей нет конфет и подарков. Хотим и мы подарить им подарки. Игрушки, карандаши. В ноябре и декабре граждане Молдовы, живущие в Европе, через ассоциацию «Хелп» во Франции отправили на родину сотни подарков для малообеспеченных семей. Кто сейчас оказывает влияние на весь мир? Что ждет Молдову в 2023 году? Почему IT-сфера продолжает развиваться и в тяжелое для Молдовы время? Об этом и многом другом вы сможете узнать из интервью нашего журналиста Дмитру Горкалюка с Вячеславом Куневым, президентом ассоциации IT-компаний Молдовы и преподавателем технического университета. Добрый день. Добрый день. С Новым годом. Классно. 27 декабря вы выступали с речью на бизнес-новогоднем форуме. Я подгодил на вашей страничке в Фейсбуке темы вашего выступления. И первая тема меня особо заинтересовала. Позвольте мне ее зачитать. Каким видят следующий год для всего мира те, кто на это больше всего оказывает влияние? Расскажите, пожалуйста, нам, кем являются те, кто оказывает самое большое влияние на этот мир и чего нам ожидать в 2023 году? В данном случае я говорил Международный валютный фонд. Мировой банк, крупнейшие государства мира, аналитические компании, которые оценивают, куда движется мир и, собственно, их прогнозами используют крупные компании мира. Есть какой-то набор таких. Разные международные рейтинговые агентства и так далее. И я собрал где-то 10-15 разных оценок и, к сожалению, они все негативные. То есть все говорят, будет плохо. Вопрос только, насколько плохо. Самый плохой вариант – это рецессия, глобальная рецессия. То есть когда не отдельные регионы мира в рецессии, то есть у них там все плохо, а когда весь мир проходит в рецессии. И, в принципе, нужно понимать, что все действительно реально к этому идет. Поэтому следующий год – это весь мир экономическая рецессия, это 100%. Ну и, соответственно, в Молдове это тоже. Нужно понимать, что происходит. Мы, к сожалению, в 2019 году прошли пик глобализации. Вот 2019 год – это была самая большая связанность мира. И это вот с точки зрения глобализации как проекта, это был пик. Ну вот вы вспомните, если вы там что-то заказывали на Алиэкспресс, это стоило копейки доставка. Вы вообще не размышляли. Попробуйте сейчас заказать что-то на Алиэкспресс. Вспоминаем, сколько нам стоило посетить какие-то страны. Это значительно дешевле было, значительно доступнее. Вспоминаем цепочки поставок для стран. То есть можно было спокойно комплектующие брать откуда угодно. Все, сейчас это ушло. И непонятно, когда это будет. И это причина почему? Потому что сейчас мир стал изолироваться. Он стал, условно говоря, делиться, это называют иногда панрегионами, каждый из которых решил, что он должен быть самодостаточен. Условно говоря, я самодостаточен энергетически, я самодостаточен с точки зрения основных технологий, я с точки зрения военных ресурсов самодостаточен, продовольственных и так далее. То есть, например, это вот Китай отдельно хочет делать, Америка там вместе со своими сателлитами, Европа, Россия там вместе со своими сателлитами и так далее. То есть, к сожалению, мир начинает делиться вот на такие истории. И понятно, что в этот момент роста ожидать глобального не приходится. Что можно ожидать для Молдовы в 2023 году? Ну, в Молдове, к сожалению, мы тотально зависим от того, что будет происходить в Европе. Нужно понимать, что Молдова – это часть Европы, и что происходит в Европе, то будет происходить у нас. К сожалению, Европа оказалась в очень сложной ситуации. Вот этот энергетический кризис, который возник, ну просто чтобы вы понимали уровень энергетического кризиса, «Газпром» в 2020 году планировал в 2020 году, что он будет продавать газ по 190 долларов за 1000 кубометров. То есть, сейчас вот когда упала цена – это 800 долларов. А, ну понятно, еще помню, что буквально пару месяцев назад там было и тысячи, и полторы тысячи и так далее. То есть, что произошло? У Европы в ближайшее время будет очень дорогая энергия. Очень дорогая энергия. И не важно, где они покупают. В России или не в России – это совершенно не важно. Вот, допустим, сейчас не покупают в России, говорится, что там мы на 15% уменьшили потребление газа и не покупаем у России. Но это что означает? Не потребляет, прежде всего, промышленность. То есть, перестает работать промышленность. Очень крупные европейские компании начинают уходить в Америку и в Китай. К сожалению. И вот это означает, что Европу в первую очередь ожидает рецессию, а нас, как наиболее связанных прежде всего с Европой, эта рецессия ожидает тоже. Посмотрите, что нам просто цифры, которые наше правительство говорит. Нам будет лучше. Сейчас у нас в этом году была инфляция 30%, а в том году будет всего лишь 15%. Ну, 15% – это колоссальная проблема. Плюс огромное количество компаний закрывается. Просто закрывается. Все энергоемкие крупные компании закрылись. Вот те, которые частные компании, например, по производству плитки, по производству кирпича или еще что-то, они все закрылись. Они не выдерживают конкуренции. Спрос сжимается, потому что очень многое, уже просто дорого и экономически неэффективно сделать. Поэтому я считаю, что нас ожидает сжимающийся спрос, нас ожидает уменьшение производства. И поэтому будет тяжело. Понимаете, тут у вас, знаешь, без алармизма, что совсем все будет плохо. Нет, коллапса не будет. Но мы пока, к сожалению, будем двигаться в негативном контексте. Экономика, размер экономики будет падать, соответственно, возможности в этой экономике, они тоже будут падать. Какой вы видите сценарий развития или что мы можем предпринять, чтобы совсем не стало плохо? Ну, первое – это, конечно, надо развивать те отрасли, которые могут развиться. Я всегда, как президент ассоциации IT, я прежде всего говорю об IT. IT хорошо чем тем, что у нас даже в прошлом сложнейшем году мы выросли на 25% по экспорту. На 25% по экспорту. Вот. Поэтому вот такие отрасли, которые растут, их надо поддерживать. Это раз. Второе, ну, лично я считаю, что во многом развитие Молдовы – это IT плюс какая-то традиционная отрасль. IT плюс виноделие, IT плюс сельское хозяйство, IT плюс легкая промышленность. То есть информационная технология, они позволяют резко уменьшать издержки. И вот это надо делать. Притом уменьшать издержки не только там энергетически, но даже по людям. То есть меньше людей надо, но вы можете сохранить производство, вы можете это делать. Или с тем же количеством людей делать в разы больше. А за счет чего удалось расширить IT-производство? Ну, просто потому что в мире большой спрос вообще. И то, что делают молдавские компании, оно этим спросом пользуется. Но нужно понимать, что на самом деле, вот мы так в цифрах хорошо растем, а на самом деле мы очень маленькая отрасль. Вот у нас в отрасли где-то 35 тысяч человек. Это вообще ни о чем. Для примера, Индия в год выпускает миллион инженеров IT. Один миллион. А мы 35 тысяч – вся отрасль. То есть, понимаете, мы несопоставимы. И нам, конечно, нужно уходить от того, чтобы продавать людей как ресурс, я имею в виду как программист, который просто кодит, на то, чтобы мы создавали свои продукты. Вот если мы это сможем сделать, то есть, это будет хорошо. Плюс нам нужно максимально автоматизировать вообще процесс взаимодействия государства и бизнеса, государства и людей, чтобы вот эти все издержки уменьшить. То есть, нам нужно уменьшить все издержки. Плюс, конечно, нужно максимально использовать всю доступную внешнюю помощь. Но не просто брать кредиты, а вот брать кредиты как бы под развитие. То есть, вот, к сожалению, мы упустили вот эту возможность, когда возникла война на Украине, нам надо было сюда перетаскивать производство. Вот сделать им предложение по перетаскиванию производства. Вообще говоря, я думаю, что там ситуация будет только ухудшаться. И эта возможность еще есть. Ее надо делать. У нас 40 зон свободных экономических зон. Вот их надо предложить им. Пожалуйста, приезжайте туда, делайте там производство. У нас есть беженцы. Мы их можем туда ревоцировать. Они могут там работать на ваших же производствах. Вам нормально. То есть, мы не сможем перетащить крупные производства. Но производство там 50-100-200 человек мы вполне можем перетаскивать туда. А скажите, были такие предложения из Украины? Ну, через меня проходило несколько такие предложения. То есть, они спрашивали, как можно, есть ли какие-то льготы, поддержит ли государство или еще что-то. К сожалению, эти варианты, если и были, они были как частные. Это была частная инициатива. У нас государственная такая вот… Мы не ставили это как государственный вызов, что мы должны это сделать. Тут нужно понимать, что всегда есть очень мало времени. Вот, например, первую волну у нас был только марта-апрель, когда мы могли что-то предложить и к нам могли приехать. Вот как только это прошло, все. Эти компании уже выбрали куда еще поехать. В Турцию, Польшу, Румынию. В Румынии очень много украинских компаний перешло и так далее. И получилось, что мы не успели ничего об этом. Мы не успели, да. Но, смотрите, мир развивается быстро и у нас всегда появляются новые возможности. Вот тут всегда, когда меня спрашивают, что делать, не пропускать возможности. Вот как только возникла возможность, ее нужно сразу делать. К сожалению, это не может делать бизнес. Это должно делать, прежде всего, государство. Потому что мы должны по сравнению с другими государствами предложить что-то. В отличие от, допустим, Польши и Румынии, которые являются членами Евросоюза. И они сразу предлагают, условно говоря, инфраструктуру Евросоюза, а мы только кандидаты. Нам надо быстрее быть. И что-то, чтобы предложить, оно должно быть даже лучше или интереснее. А скажите, у нас есть нужная инфраструктура для этого? Ну, смотрите, вот 40 зон, свободных экономических зон, они же есть. В каждой из них несколько тысяч квадратных метров свободны. Они все находятся в районах. В каждом районе сейчас есть пустое жилье. Да, это не Кишинев, это там, но оно там есть. Вот вам вся, пожалуйста, эта инфраструктура есть. Вы только сделаете так, чтобы было понятно, что да, если я туда поеду, мне действительно там помогут, я понимаю, к кому обращаться, я понимаю, что делать и так далее. Это вот просто как пример. Как вы думаете, почему мы не предприняли ничего для того, чтобы задержать украинских айтишников в нашей стране? Ну, просто потому, что мы не умеем быстро думать. Когда мы говорим, я в данном случае говорю о государстве. Понимаете, государство должно уметь очень быстро думать и очень быстро принимать решения. Понятно, что нынешнее правительство, там были и другие проблемы, которые надо быть. Но, к сожалению, здесь это не оправдание. Я могу понять, но это не является оправданием. Все равно нам надо было воспользоваться. Если вы не успеваете, вы там создаете при себе какой-то комитет, штабка, там из бизнеса, который это пытается сделать. И это надо пытаться сделать. Один раз не получилось, но мы бы получили, допустим, опыт, что вот надо это сделать. Вот смотрите, мы очень хорошо справились с беженцами. Очень хорошо. Я считаю, что Молдова показала прекрасный пример, как мы это делали. И было огромное количество частных инициатив там, где можно было. Вот так же надо просто научиться работать в государстве. И вот, кстати, IT-отрасль, она чем хороший пример? Это вообще уникальный пример для всей Молдовы. Потому что у нас этот рост обеспечен только одним. Ну, не одним, а самым ключевой ингредиент, скажем так. Это что определенное время назад мы приняли вот индивидуальный режим налогообложения нашей отрасли. Вот мы смогли это убить. Это больше нет ни для одной отрасли. Но было посчитано, что вот 7% с оборота – это оптимально и это очень конкурентоспособно в регионе. И мы это сделали. Мы уговорили правительство. И мы показали, что мы вот так вот растем по экспоненте. Мы меньше, чем на 20% в год не растем. Ну, кто еще себе может позволить. Поэтому то же самое надо делать по другим отраслям. Но в каждой отрасли эти условия должны быть немножко свои. И вот не надо бояться, надо делать вот эти вещи сейчас. Я очень надеюсь, что вот по сфере услуг, которые особенно может делать Молдова дистанционно, в 23-м году какой-то прорыв произойдет. Как вы оцените коллаборацию с властями? С властями? В принципе, у нас хорошее взаимодействие. Нам грех жаловаться. Но нужно понимать, что нам особо многого от государства не нужно. Вот самое главное был тот закон и его сохранение. Дальше уже есть нюансы, которые нам, конечно, помогают. Но они не являются сложными ни для государства, ни являются для нас критически важными. Они как бы большой плюс. Нам это легче. Потому что иногда там одно время нам было очень сложно привозить сюда специалистов из других стран. У нас их просто нет. А у нас такое законодательство, что привезти сюда это сложно. Мы в результате сделали, например, IT-визу. Потом у нас в кодексе труда не было многих специальностей, которые у нас есть. А их там не было. Мы меняем и так далее. Поэтому сотрудничество оно есть. Но понимаете, для меня проблема в чем? В том, что мы сделали один шаг. Вот мы развили IT-отрасск, как она есть сейчас. Но надо делать следующий прыжок. Мы должны перейти от продажи программистов как ресурса к продаже продуктов. Для этого мы должны инвестировать в среду, в которой наши программисты могут создавать продукты, которые будут продавать и которые будут приносить много. Какие конкретные шаги нужно предпринять для этого? Нам нужно создать с нуля венчурную отрасль. Должна быть возможность инвестировать в эти маленькие стартапы. Потому что мы должны понимать, что из 100 стартапов взлетит 2-3. Но они окупят потом всю эту историю. Нам нужно сюда привезти венчурную отрасль. Должны быть венчурные инвестиции, которые готовы инвестировать потом большие деньги в такие вещи. При каждом университете мы должны сделать так называемые R&D-центры. R&D-центры, которые специализируются. Например, госуниверситет по искусственному интеллекту, АСЕМ по финтеху, технический университет, еще по каким-то вещам, где мы взращиваем в том числе и ученых, и исследования в этих отраслях. Потому что нельзя просто программировать, надо еще сделать какие-то глубокие исследования. Вот если мы это сделаем, то через 2-3 года можно ожидать первых результатов, но значительно больших результатов. Просто, чтобы вы понимали, например, один завод Интела – это миллиард долларов инвестиций. В свое время, когда в Ирландию привозили эти заводы, они говорили «А у вас есть специалисты?» Они говорили «Нет». Они говорят «Ну так давайте вы вначале в университетах начнете изучать, у вас появятся эти R&D-центры, нам мы завод будем строить столько-то, но к тому времени должен быть такой-то объем специалистов». То есть Молдова должна вот так вот общаться. Притом Молдова должна так общаться не с государствами отдельными, как мы сейчас общаемся, помогите нам, Америка, еще кто-то. Мы должны общаться, прежде всего, с компаниями. Потому что большинство крупнейших компаний мира, по количеству денег у них больше денег, чем у большинства стран мира. Поэтому нам нужно идти, допустим, если есть очень крупная сельскохозяйственная компания, идти к ней. Или там крупная робототехническая компания, идти к ней. И с компанией вы быстрее договоритесь, потому что у них все просто, у них нет политики, у них нет каких-то сложных правил, они говорят, окей, нам это интересно, вот давайте мы пойдем туда. Например, если мы учитываем там стратегию Германии, которая делает ставку на робототехнику, мы должны туда ехать и говорить, ребята, мы готовы там во всех школах открыть классы робототехники, мы готовы в университетах сделать кафедры робототехники и учить это. Давайте, вам интересно, чтобы здесь появлялись специалисты для вашего направления. И я думаю, что Сименс с удовольствием согласится. Те деньги, которые надо инвестировать, для него это совершенно небольшие деньги. То есть мы должны по-другому начать общаться. И это может сделать государство. Я не могу как частная компания приехать к Сименсу. Для Сименса я никто. Но когда приезжает государство и говорит, я вот эту всю экосистему для вас сделал. Это другой разговор. Есть ли страна, похожая на нас по масштабу и по количеству населения, которая уже выработала какую-то модель в этом смысле и мы бы могли ее перенять? Прибалтийские страны. Вот каждая из них, она сделала какие-то свои уникальные вещи, но в совокупности у них прекрасные возможности для стартапов. То есть, пожалуйста, там огромное количество акселераторов, где вы можете стартовать, начать доступ к венчурным фондам, любая IT-инфраструктура, которая надо и все. То есть вы спокойно там можете начать нужно. А некоторые из них стран, вот они тоже заняли правильную позицию, я не помню кто он, Литва или Латвия, но они, допустим, вот два года назад вели переговоры, по-моему переговоры закончились успешно, они сказали Англии, а давайте мы станем для вас IT-департаментом для всех ваших государственных услуг. Вот просто. У нас это будет в разы дешевле. То есть, понимаете, отдельная страна пришла и сказала, смотрите, вы там тратите много денег, а мы это можем сделать там в 10 раз дешевле. Вот мы должны каким-то таким образом. И вот прибалтийские страны здесь для нас очень хороший пример. Они такие же небольшие, но тем не менее, вот мы сейчас к ним ездим и мы у них учимся, как развивать вот такие компании. И из этих стран вышли очень многие крупные миллиардные компании. А скажите, известно ли вам сейчас происходит какая-нибудь работа в данном отношении на уровне власти? Я вам скажу так, пока у нас не появится, скажем так, IT-посол. Я считаю, что этой работы нет. Вот у нас по-хорошему должен появиться IT-посол страны с дипломатическим паспортом. Ну, понятно, этого человека надо выбирать, он должен быть специалистом. Но нам надо ввести должность IT-посла. Вот есть страны, где есть понятие IT-посла. Этот IT-посол, он не посол в отдельно взятой стране, он посол во всех крупнейших IT-компаниях мира. И он туда приезжает, но он не просто так приезжает, он приезжает с предложением. Условно, Microsoft. Вот мы для тебя готовы сделать вот это. Но если ты условно и Microsoft не соглашаешься, мы едем, я не знаю, в Oracle или мы едем в IBM. Мы едем, и мы сначала сформулировали предложение, а потом мы поехали вот к этой компании. Ну, поймите, это компании миллиардные, триллионные. Амазон, триллион, капитализация. Вот мы должны ехать в такие компании и с ними говорить вот таким вот образом. Когда целая страна для них может быть тестовым полигоном для испытания каких-то технологий. Или мы для них вырабатываем специалистов или еще что-то. Вот это надо делать. Притом этих компаний сотни. То есть, вы не замыкаетесь на одно и двух. Их больше, чем количество государств. И повторюсь, у них никогда нет каких-то политических требований. У них всегда чисто экономические требования. То есть, если вы им покажете экономическую целесообразность этого, они спокойно готовы пойти и готовы это сделать. Вот это была бы правильная политика. Это был бы вызов. Но мы так не умеем. Мы, как Молдова, так никогда не делали. Мы должны попробовать это сделать. И это определенный вызов. Поэтому, как только появится IT-посол, считайте, что мы на правильном пути. А расскажите, какие перспективы ожидают студентов, которые будут обучаться на IT? Сейчас вообще любому, кто серьезно может себе позволить несколько лет инвестировать в развитие области IT, ожидает очень много. Вот в прошлом году, последние два месяца произошла вообще революция в области искусственного интеллекта. Я не хочу наших зрителей погружать в подробности, но смысл заключается в том, что уже сегодня один дизайнер плюс искусственный интеллект заменяет 5-7 дизайнеров просто дизайнеров. Я уверен, что через год-два один программист со знанием искусственного интеллекта и использованием тех механизмов, которые есть, может заменить 3-4 человека. То есть, вот что будет происходить. И, в принципе, я считаю, что это можно на что угодно. Вот один юрист с искусственным интеллектом равно столько-то юристов. Там один бухгалтер с искусственным интеллектом, даже не бухгалтер, а финансист, потому что бухгалтер это уже уходящая профессия. Ну, в Молдове же нет технологии искусственной. Они везде есть, они везде, они доступны, поймите. А, то есть, они доступны даже у нас. Конечно. Вот, на ноябрь прошлого года чат ГПТ, это искусственный интеллект, который вы можете просто сейчас набрать и начать с ним общаться. Вот я преподаю системное мышление в Синическом университете, я ему дал свои вопросы, которые я задаю студентам. Меньше семерки, от семерки до десятки, все оценки от семерки до десятки. Это при том, что у него знания только до 21 года. У него нет знаний 22 года, и на некоторые вещи он не мог ответить. Но он не ответил искусственный интеллект. Если бы мне так отвечали студенты, я бы сказал, меньше семерки не получил бы никто вообще в принципе. И вы с ним общаетесь на естественном языке, вы ему задаете вопрос, вот я ему просто билеты давал, ответь. Вот тебе билет по системному мышлению, ответь. И вот мне давали ответы, которые невозможны. И это сейчас будет экспоненциально развиваться. Поэтому я рекомендую всем идти туда. Просто не нужно думать, что вы там закончили какой-то месячный или двухмесячный курс, и у вас все пойдет. Нет, надо год-два. Обязательно английский язык. Английский язык это must have, это просто пререквизит обязательный. Но также я бы рекомендовал обязательно изучение фундаментальных дисциплин, таких как физика, математика. Математика обязательно. Просто высшая математика это обязательно. Английский. Ну, если вы там хотите, допустим, понимаете, очень важно не просто IT, а IT для чего-то. Вот самый крутой специалист, например, IT для медицины. Если у вас есть знания в медицине, есть знания в IT, вы вообще стоите безумных денег. Если у вас знания есть в сельском хозяйстве и в IT, опять-таки. То есть, вот люди на стыке этого, вот это они самые дорогие люди. Поэтому смотрите, что вам нравится. И изучайте это плюс IT. Вот это будет самая лучшая стратегия и все. Даже журналисты. Вот вы журналисты. Как это можно употребить? Ну, смотрите, во-первых, в 90 случаях во всех крупнейших изданиях мира уже короткие новости пишут искусственный интеллект. То есть, кто победил в таком-то матче, как изменились там курсы валюты и так далее. Это вообще уже не пишут люди. Это пишут искусственный интеллект. Вот это так происходит. Это на порядке дешевле. Люди не болеют. Он не ошибается. Он всегда там точно вам сделает и так далее. Вот вы это должны понимать. Да, вот такой жанр еще не сделают. Но я могу сказать, что уже в следующем году можно сымитировать будет. Но сейчас это просто сложно. Это и сейчас можно, но это немножко сложно. Я подозреваю, это еще используется в расследовательной журналистике, где нужно анализировать большое количество данных каких-нибудь. Ну, сейчас это будет просто проще. Дело в том, что сейчас те системы искусственного интеллекта, которые есть, они отключены от Интернета. Вот как только их подключат к интернету, то вы будете задавать вопрос не как сейчас в Гугле, а вы будете задавать искусному интеллекту, который будет искать в Гугле и вам давать готовый материал со ссылками. То есть вам не надо будет 20 страниц листать в Гугле и искать нужную информацию. Он вам будет давать, при том он будет говорить, вот это не очень информация, а вот это хорошая информация, на нее бы я стол делал. То есть условно говоря, особенно в журналистике расследований, там вряд ли человек может быть заменен, но вы существенно сможете... В обработке данных, огромных количеств данных, статистики, видео. Потому что искусственный интеллект не может за вас придумать, а что ему нужно расследовать, не может за вас, ну как бы там, морально-этические проблемы какие-то поставить. Но он может употребить один и тот же алгоритм для обработки. И очень собрать, все сделать и по сути своей делать готовые материалы. Вот буквально вчера я очередной искусственный интеллект пробовал, он создает просто курсы. Вот я ему сказал, создай мне курс по тому же системному умышлению. И он мне дал полностью корриклум с проверочными вопросами, все-все-все. Да, пока это с большим количеством недостатков, но я понимаю, что это вопрос только времени. Через год он это будет делать практически идеально, а еще через два года он будет делать это лучше меня. А как он выглядит? Что это такое? Это просто чат. Вот я всем рекомендую чат ГПТ. Вот наберите, попробуйте. Вы просто задаете вопрос. Чат ГПТ? Это куда? В Гугле? В Гугле наберите чат ГПТ и все. А дальше уже вы по ссылкам наберете. И вы просто задаете вопрос. Вот я просто задавал вопрос, когда я выступал на конференции, я показал, что ответил искусственный интеллект по поводу будущего Молдовы на 23-й год. И что он ответил? Ну, он ответил, что это будет сложный год и дал 10 советов. Ну, я сейчас всех не воспроизвожу, но он дал общую информацию. Он, правда, сразу сказал, говорит, у меня информация только за 21-й год, я не знаю, что произошло за 22-й, поэтому мне сложно сказать на 23-й. Но мне это было все сказано на естественном языке. Притом вы задаете на любом языке. А он как отвечает? На английском языке? Если вы задаете на английском, он отвечает на английском. А если на русском? На русском, на русском. Ответит на румынском. на румынском, он еще и переводит хорошо, понимаете, то есть в результате, вот это прорыв, я считаю, что в следующем году у людей есть запас 3-6 месяцев, вот кто не разберется в этом, тот потом отстанет очень сильно от тех, кто разобрался, то есть условно говоря, человек плюс искусственный интеллект, он будет в 10 раз производительнее, чем просто человек, а поскольку он все время производительный умнее, 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 то вы начинаете от него отставать бесконечно, поэтому вот ближайшие первые полгода я рекомендую всем просто, при том, если вы не знаете, что делать, вы просто набираете, я юрист, как не использовать искусственный интеллект, вы просто тупо набираете в гугле и вылезает огромное количество примеров, предложений и так далее, чем бы вы не занимались, я врач, как не использовать искусственный интеллект, просто вот набиваете в гугле вот этот запрос и вы увидите огромное количество вариантов и что самое главное, там уже, там не надо программирования Или там надо очень мало программирования. То есть это все уже сейчас вышло на уровень сервисов, которые легко используются. Спасибо вам за это интервью. Спасибо вам тоже. Она прожила тяжелую жизнь, росла без отца, работала с малых лет, прошла через голод. Создала свою семью, но подвергалась побоям со стороны мужа. Речь идет о 77-летней Евдокии Ганган из Яловенского района, новой героине проекта журнал ТВ «Овьяцедим пенсии». Несколько лет назад женщина осталась без обеих ног из-за сахарного диабета. Вот, больше не могу согнуть ее, она не сгибается. Здесь могу, а здесь не могу. Мне очень жаль, что я оказалась в такой ситуации. А ради чего я живу сейчас? 44 года Евдокия Ганган проработала на виноградниках. С раннего утра до позднего вечера. Мало того, женщина подвергалась побоям со стороны мужа. Два раза чуть не убил меня. Когда выпивал 100 граммов вина, его глаза становились красными, как у собаки. Сейчас пенсионерка живет на помощь от государства в 2400 леев. Полную историю жизни Евдокии Ганган смотрите завтра в 6 часов вечера в программе «Овьяцедим пенсии» с Андрианом Проданом. На этом у меня все. Более подробную информацию вы можете найти на сайтах журнал МД и журнал ТВ МД. И не забывайте, если вы стали свидетелем события, которое может быть новостью, пишите нам на контакт собака журнал ТВ МД или на нашу страницу в Фейсбук. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин